Здравствуйте, мои хорошие! С вами Алексей Крызилев, и сегодня мы будем играть в новую мутацию. Мутация будет проходить на карте Цепь Вознесения, и у противника есть ряд особенностей. Первая особенность заключается в том, что после уничтожения его войск, те войска, которые находятся рядом, они получают бонусы к скорости, атаки, броне и прочему-прочему. Ну и второе, так это то, что у противника есть реаниматоры пустоты, которые ходят по карте и воскрешают войска противника. Я решил сыграть в Аразум, а союзник мне попался Каракс. На самом деле, немножко я огорчился тем, что не удалось заснять экран загрузки, ну, чтобы видеть, кем я играю, кем играет, соответственно, союзник, ну и, собственно, видеть уровень того или иного игрока. Кстати, по-моему, Караксы 90-го уровня. Решил попробовать именно играть через темный пилон, чтобы получать вначале припасы, и, собственно, как можно быстрее построить гейт и выйти в дарков. И это очень мне понравилась тема, так что буду, наверное, юзать ее и дальше. У меня, конечно, стоял, как и перед каждой мутацией вопрос, кем же все-таки играть, и я решил остановиться на Варазум. Он был также выбор в пользу новой, но решил от новой отказаться, потому что, чтобы не нарушать свое правило, ну, сильно часто, скажем так, потому что стараюсь играть именно условно-бесплатными персонажами. Почему условно? Потому что мне как-то в комментариях человек написал, что, мол, с чего это не условно-бесплатно, если нужно покупать игру. Ну, как бы то, что некоторые играют, видать, в кооператив без покупки Старкрафта, это тоже можно. И там есть реально бесплатные персонажи, к примеру, Рейдна. Дается в стартовой версии. В общем, ребятушки, наша задача построить немножко гейтов. Сильно много я их строить не буду, потому что вторую базу, как можно быстро захватить, не получится, поэтому нужно стараться, скажем так, действовать по средствам. Конечно, можно впилить 10 гейтов, но вы реализовать их не сможете, по крайней мере, в начале, потому что, опять же, повторюсь, не будет хватать ресурсов. Какие сложности испытал от игре на этой карте? Дело в том, что эти реаниматоры очень часто ходят по карте, очень, скажем так, часто докучают тем, что воскрешают всякую мелкую шоблу у противника, которая идет на нашу базу, которая идет поддерживать вот этого чувачка, который в центре, в общем, приходится немножко попотеть. Что касается непосредственно Каракса. Каракс играл очень хорошо, и знаете, зачастую мне казалось такое ощущение, что если бы этот парень играл каким-нибудь другим персонажем, мы сыграли бы еще лучше, еще лучше, еще быстрее. Почему? У меня возникли такие ощущения, потому что от парня было очень много контроля, он играл через лампочки, которые захватывают войска противника, ну и мне показалось это достаточно скиллованной темой, но не знаем. Касаемо бонуса, удалось взять только первый бонус, дело в том, что когда, скажем так, я отдышался в игре и хотел пойти второй взять, но уже, к сожалению, он исчез. Вообще, в принципе, эту карту я бы охарактеризовал как выше средней сложности, зачастую приходится реально тяжко, потому что прут на вашу вторую базу, на вашу основную базу, опять же таки пытаются столкнуть джинарку в пропасть, в бездну, и надо всячески ей помогать и защищать ее. Так что местами приходится совсем не сладко. Так, давайте варпанем сталкерочков, сейчас поможем. Единственное, знаете, какое у меня замечание было к Караксу, то что он не строил тяжелых дальнобольных вышек. Это потеря-потерь, потому что зачастую бывает, реаниматор стоит вроде, казалось бы, близко, но фотонки до него не достают. А тяжелая вышка бы достала, но так как он их не строил вообще, то, соответственно, имеем, что имеем. Так, ребятушки, давайте сразу закажем немножко рабочих на вторую базу. Достаточно рано получилось ее захватить, и я, если честно, этому счастлив, этому счастлив, этому рад. Вот, начинаются реаниматоры гулять, начинаются эти воскрешения долбанные. Знаете, я вот думаю, что было бы, если бы он играл не Караксом, а, к примеру, новой. А дело в том, что, еще раз повторяю, то, что реаниматоры прокуют очень часто и воскрешают всякую мелкую шалупонь. А так как у Каракса стоят там фотонки, то они эту мелкую шалупонь отгоняют. Так что я не могу однозначно сказать, что Каракса плох на этой карте. Чувак, ну чё ж ты там строишь всякую херобору? Построй тяжелых вышек немножко. Вот смотрите, они какие огромные становятся. Вообще ничем их не пронять, не победить. Жесть, еще у меня тут гуляет реаниматор. Вот казалось бы, да, ребят, недавно убили реаниматора, уже новый появился. Исправьте свою ошибку. Так, ладно, отбились с горем пополам. Давайте, может, немножко попробуем продвинуть нашу джинарку. Так, пробулечкой он проводит, хорошо. Вообще, если честно, я зачастую себя чувствовал просто реально, как куш на сковородке, потому что не успеваешь отбить одну атаку. Там уже приходит вторая, там опять эти реаниматоры. Ну, реально, достаточно тяжко порой приходится. Конечно, люди, у которых мультитаск хороший, я думаю, что очень хорошо сделают все на этой карте хорошо и правильно. Так, блин, у меня сейчас дарки пошли не в ту степь. Давайте назад, ребята. Так, сейчас, ребятушки, пойдем гибридов выбивать. У нас есть стоп-тайм. Ну, что за хрень такая? Мой союзник решил немножко повылетать. Ну, ладно, будем ждать его. Но так как вы смотрите это видео, значит, все-таки он вернулся в игру, потому что один бы я точно здесь не затащил. Реально, кстати, в этой карте можно выиграть одному, но надо такой мультитаск иметь, просто корейский. Тогда да, тогда да. Так, ладно, что-то я немножко раздухарился. Погнали, короче, ребятушки. Сейчас мы ему немножко поможем. А так или иначе, в любом случае, прежде чем идти на этих гибридов, нужно скопиться, так что сейчас немножко время потянем. У нас гейты откадышатся. Так, еще кого-нибудь. Ага, чукнем. Блин, ну там жесть будет, потому что убиваешь одного гибрида, второй вырастает. Это еще... О, ай, со всех сторон просто сволочи, со всех сторон. Все, стоп-тайм и погнали. Чухаем, чухаем. Охренеть, вы посмотрите, какие его размеры. Это хорошо, что стоп-тайм. Не было стоп-тайма, меня бы здесь давно бы, наверное, размотали. Так, отчухали второго, третьего. Все, погнали назад. Вот чертяга, а. Стоит, главное, настреливает. Союзник хотя бы способностями помог, или еще чем-нибудь. Ну, вообще, по-моему, по барабану, что мне вторую базу выносят. Ну, фишка в чем? Если вынесут мне вторую базу, я лишусь экономики. А лишусь экономики, ну, каракс будет фотонками сам вперед двигаться и убивать противника. Хотя, может быть, у нее не было энергии, но, не знаю, ничего не могу сказать. Ну-ка, иди-ка сюда. Такой гопник вообще, главное, подошел без палевок в нашей базе. Нихера себе, он ушлый. Ладно, погнали, грейдочки. Сейчас мы почухаем немножко. Ага, сэплайблок не хочешь? Нет, не хочу. Не хочу, но получи. Никто тебя не спрашивает, будет у тебя сэплайблок. Да, сэплайблок это такая тема. Его не хочешь, его не ждешь, но он прокает, и от него никуда не деться. Ну, ладно, ладно, джинарка, не ругайся ты так. Отправим. Еще хорошо то, что он, каракс строит много пилонов, и, соответственно, можно на них варпаться. Ну, реально, чувак не строит тяжелые вышки, это потеря-потерь просто. Нет, давайте так убьем, не буду я энергию тратить. Тут энергия на счету. Каждая энергинка. Тем более, с учетом того, что я играю здесь на Азии, у меня перс не раскачан, и энергии не так много, как на европейском сервере. Давайте, ребята, еще побольше сталкерочков. Сейчас мы пойдем выбьем дополнительный квест. Сейчас, я думаю, самое удачное время для этого. Ага, заказываем еще грайдочки. Я еще раз напомню, что обязательно берите дарков на дополнительный квест. Дело в том, что они очень хорошо выбивают щиты, так что даже если где-то вы накосячите с тем, что на вас набросят щиты, дарки очень хорошо это все вынесут. Пришлось заюзать две воронки, но я думаю, мы справимся. Сейчас мы его максимально продамажим. Но, к сожалению, видите, из-за того, что перс не раскачан, соответственно, воронка действует у меня не так долго, как на Европе, но все равно справились, и ладно. Блин, давай-давай, мана. Сейчас мы прочухаем тут все. Блин, со всех сторон, черти прут. Стоило только сходить на дополнительный квест, и столько уже геморроя и проблем. Ужас, ужас. Ну, так или иначе, мы немножко, ребят, скопились, это определенно классно. Воу-воу-воу-воу, паре полегче. Решил, короче, заюзать стоп-тайм, сейчас мы кого-нибудь сюда варпанем с вами. Ага. А вот этими войсками пойдем немножко продамажим противника спереди. Если бы я подшел этими основными войсками на базу, это было бы глупо. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе напихивают. Все, возвращаемся. Стоп-тайм закончился, лучше возвращаться, потому что вы сами видели, сколько там войск. Если бы я там еще остался, меня бы там просто размотали. Тем более, они, опять же таки, повторюсь, увеличиваются. У них там скорость атаки, урон, броня, и то, и все. И третье, десятое. Гибриды обладают огромной псионной мощью. Убейте их, иначе этой силой завладеет вражеский претендент. Убьем, убьем, не переживай, Джинарка, все будет хорошо. У нас войск достаточно много, да, у нас нету стоп-тайма, но ничего страшного, у нас есть вороночка. А вороночка, это очень хорошее средство против противника. Так, давай, подходим поближе. Чухаем воронку. Время воронки не такое большое, но вы видите, сколько у него хп, это жесть просто. Так, значит, что еще добавляем? Ох, ни хрена себе, сказал я себе, только главнафатонках подумал, на тебе ядерку. Блин, блинский. И что теперь делать? Ничего не делать теперь. Ага, проглядел, проглядел. Чертов тиран. Отпротался, конечно, такой подлянке не пришло бы. Ох, ни хрена себе, он мне тут вторую базу вынес. Не, ну, союзник хотя бы способностями помог. А то он мне помог в атаке, где мне помощь не нужна была, в принципе. Зато вторую базу вынесли. Я, конечно, понимаю, что у нас по ресурсам все хорошо, но это хорошо, очень быстро закончится. Так, заказываем еще больше. Фотоночек. А где он ядерками-то, шмаля, это понять не могу. Вот сучонок. Это вот из-за того, что противник тиран. Отвык, отвык, конечно, играть с тираном. Раньше ядерки они всегда пускали. Потом это убрали, короче, на долгое время. Сейчас опять вернули. Но это правильное решение. Хотя, с другой стороны, немножко несправедливое, потому что ну, того же там Тоса, Зерга, ничего такого нету. Ну, как вы видите, к тебе приходит Гост под инвизом и кидает ядерку. А что такого могут зерги? Да ничего, собственно. А уж тем более протасы. Так, сейчас мы тебя почухаем. Иди-ка сюда. Цигель-цигель, ай-лю-лю. Лампочки хорошо, они, видите, ускоряют. И то, что они еще перехватывают. А, кстати, я вот это название лампочки от одного знакомого своего подхватил. Очень такое интересное название. Но они действительно похожи на такие лампочки. Я думаю, что вы не будете возражать, что я использую это название. Блин, блинский, что за хрень? Я, наверное, ребят, стоп-тайм пока поберегу. Отходим, отходим, отходим. Хотя, наверное, надо было заюзать, потому что а какой смысл беречь? Ну, я, видите, хочу для последнего рывка заюзать. Или когда что-нибудь такое жесткое реально будет. Там просто остатки войску. Ох, ни хера себе, сказал я себе. Вот это жесть. У меня такое ощущение возникает, что воронкой мы здесь не отделаемся. Да, да. Все, не зря, походу, я стоп-тайм оставил, потому что вы сами видите прекрасно, что здесь за жесть творилось. Хотя, смотрите-ка, там очень много земли было, и дарки достаточно быстро все разобрали. Так что, может быть, можно было обойтись и без стоп-тайма. Просто стоп-тайм лучше использовать, конечно, когда ты пробиваешь, там очень много войск противника. Войска неприятеля дают моему сопернику остановить войска. Пытаюсь немножко подстроить рабочих на вторую базу. Так, а он убил те войска, которые были в инвизе. Я имею в виду банши. Потому что, если сейчас наломлюсь, то... Плохо, плохо. Появился новый гибрид, которого надо уничтожить, а у меня нет стоп-тайма. Но придется ждать, потому что, ребят, там реально такая жесть. Если я сейчас поломлюсь туда без стоп-тайма, это будет печаль-беда. Поэтому, хочу я этого или нет, придется ждать стоп-тайм. Ну, тем более, что он наполовину уже откатился, так что, я думаю, что все будет хорошо. Так, давайте еще немножко рабочих. А что за хрень? А что, с двух гитов призвать не могу? Тю. А, чертов этот гост обесточил мне гиты. Ну, ладно, давайте сейчас построим немножко пилончиков. Нет, вы видите вообще, какая борзота просто проходит мимо дарков в наглую и пытаются прорваться на мою базу. Ужас, ужас просто. Ни хрена себе там войск. Так, давайте мочканем реаниматора, а то он обурел, он воскрешает и они проходят на мою вторую базу. Блин, фатонку что ли здесь поставить? Это жесть, они не достают. Я здесь, среди теней. Чертяги, что творят, а? Ни стыда, ни совести. Сидишься спокойно, развиваешься, никого не трогаешь, как нет, приходит какой-нибудь ушлепок и пытается размотать тебя. Добавляем больше сталкирочков. Опять там какая-то хель постреливает. Но, видите, я уже о доп-хвесте даже и не думал. То есть, тут такие шатания, что о нем даже не приходится и вспоминать. Так, ладно, ребят, стоп-тайм у нас есть. Сейчас мы отобьемся и пойдем уже в атаку. Я уверен, что все у нас получится, потому что войск у нас много, а грейдочки у нас есть. И стоп-тайм сейчас будет. Все, погнали. Нихрена они там огромные. Вы посмотрите, какой размер. Жесть. Так, при том, что они мало того, что огромные, так они еще более живучие становятся. Ну, даркам вообще как бы насрать, а кто там живучий, они на земле все равно всех выжигают. Ну, а с воздухом карасик, я думаю, справится. Че он строит постоянно вот эти пушки-то фотонные? Че он не может тяжелые построить? Я не понимаю, в чем логика. Раз, два, три, логика, умри. Или он может просто считать, что две фотонки, они лучше, чем тяжелая пушка. Не знаю. Ну, мне нет ответа на этот вопрос. Блин, сталкеров мне всех расстрелял, чертяга. Он, видите, постоянно перехватывает. То есть, он лампочками катается и перехватывает. Здорово? Здорово. Слушайте, интересно, а вот когда войска противника увеличатся, он может их перехватывать? Прикиньте, вы управляете не каким-то либератором там, или батлом, а усиленным, именно усиленной версией. Так, сейчас мы их перехватим здесь. бежи, 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 бежи. Атака. Ага, уже тут перехватил. Красавчик. Ой, ё-моё, вот это да. Срочно, срочно сюда. Да ещё бы и не движутся, они постоянно куда-то движутся. С моей стороны надо было, наверное, правильно бы добавить гейтов новых, но я не решаюсь это делать, потому что я тупо боюсь. Я тупо боюсь, что я сейчас потрачу ресурсы на гейты, потом мне понадобятся резы на те же потомки, на тот же дозаказ, и у меня их не окажется. Поэтому я останусь лучше с тем количеством гейтов, которые у нас есть. Вот чертяги, прут и прут. Давайте, ребят, добавим фатунки, а то он мне уже задолбал посуда ходить постоянно. Воу-воу-воу, ни хера себе тут движуха. Тулсон опять с плюсом, блин. Не, ну видите, если бы он мог перехватить, он бы, наверное, перехватил, то есть он, видать, эти усиленные войска даже перехватить не может. Но может, хотя у его войска там тоже КД есть у перехвата. Там, по-моему, 120 секунд. остановка времени готова к использованию. Так, ладно, добавляем еще больше сталкерочков. Что-то очень воздуха много стало. Я здесь среди теней. Сейчас, наверное, придется выдвигаться уже. А что кота за хвостик тянуть? Погнали, ребят. Во, под стоп-таймом вообще идеально все выносится. Во, смотрите, как классно, да? И всего лишь немножко юнитов остается у противника. Да я сам только рад был бы закончить. Ну, сейчас появляется последний гигант, гибрид этот, которого она уничтожит. Я не знаю. Вот смотрите вообще, какая дичь творится. Блин, я очкую туда идти. Возвращаемся. Вообще, по-хорошему, знаете, в идеале как лучше сделать? В идеале лучше под стоп-таймом пробить вот эту базу и потом уже под другим стоп-таймом пойти наверх. Потому что ну, наверх я сходить конечно могу, но я, наверное, кучу войск потеряю. Ах ты, черт. Вот видите, опять же проблема. У него обычные фотонки, а нету дальнобойных. Дальнобойные у них урон хороший. Они так мажут, что мало не покажется. Карасик со своими этими баклами, как с, знаете, как ребенок с игрушкой мотается. Ну, забавно достаточно выглядит. Добавляем еще больше войск. разместите строение в энергетическом я не знаю, там реально и батлы, и гигант, и гибриды, и как они. Там каждая тварь и по паре. Как это все пробить, я не представляю. Ну, ладно, давайте пробуем. Дарков у нас много, а тут земли много. Ну, вот пусть они не сражаются. Жесть. О, падает потихонечку. Чухаем, чухаем, проходим вперед. И тут тоже земля. Ну, земля, опять же, повторюсь, это хорошо, потому что дарки их у нас много, они хороший урон вливают, и чем больше земли, тем лучше для меня. Окружают этого гиганта, гибрида. Ага, все, все, ребятушки. Давай, давай, союзнику маяку, давай резче. Хотя бы пробочку бы привел. Вот сейчас мне немножко пригорать будет, потому что он долгое время ничего не приводит. То есть, я так понимаю, что варп он изучил. Он мог бы варпаться на ближайший пилон и привезти сюда ту же сэндрю, которую он приведет чуть позже. Ну, или пробочку просто приведи, хоть что-нибудь приведи. Смотрите, сейчас будет стоп-тайм, можно врубить стоп-тайм и спокойно дойти до конца. Все, хэппи-энд. Давай уже, иди. Я уже хотел, знаете, кричать, ну, блин, союзник, давай это, ну, ты что не видишь, что путь свободен, что ты резину тянешь? На этой карте, опять же, повторюсь, нельзя затягивать ее. Чем вы дольше тянете, тем хуже для вас будет. Реально будете потом страдать, потому что... Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Куда ты пошел вперед-то сильно? Давай-давай. Будете страдать, потому что врага становится и будет все больше и больше, а ресурсы-то не бесконечны. Ух, ни хрена себе тут... Так, ускорение-то хорошо, конечно, но... Блин, что делать, там воздуха много. Дорки, конечно, хорошо, но тут воздух, реально очень много воздуха. Вообще дичь. Всем в атаку, давайте-давайте-давайте. Это хорошо, что у меня ресурсов много, так бы... Я не смог бы так быстро заказывать. Еще противник. Ну, это наземный, это нормально, как бы дарки справиться. Мне бы с воздухом разобраться. Чувак, зачем ты зелов призвал? Видать, у него просто нету газа уже, он хотя бы что-то призвал. Потому что зелы здесь вообще, ну, ни камильфон не нужны. Так, ладно, возвращаемся, там потому что реаниматор начинает воскрешать войска. Сейчас мои дарки объяснят ему, что он не прав. Все, все, проходим вперед. Давай, давай, давай. Во, 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 во. Шустрее, шустрее. Ну что, ребят, вот и конец. Наверное, эту карту можно было бы пройти пошустрее, но получилось, как получилось. Но, опять же таки, еще повторюсь, что прошел ее не с первого раза, но, тем не менее, удалось. Поэтому, попробуйте свои силы именно атакующим персонажем, ну, а тем более, Воразум хороша тем, что она очень хорошо контролит противника теми же стоптаймами, воронками и так далее, и тому подобное. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакт, всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...